Добрый день, микрозеленичники! Привет, интернет! Рано или поздно перед нами с вами, я имею в виду тех, кто занимается выращиванием микрозелени на домашней сети ферме, встает вопрос о том, чтобы нам вовремя включать или выключать свет на наших стеллажах, вовремя включать, также выключать в нужное время, в заданное время, полив, у кого есть система гидропоники. Для этого, конечно, существуют механизмы, их много, и поделим их на ламповые, аналоговые, в смысле механические, и на цифровые. У меня три вида этих механизмов, эксплуатирую я их уже больше года, один точно. Давайте рассмотрим, я поделюсь с вами своим опытом эксплуатации этих механизмов, насколько они надежные, преимущества их, плюсы-минусы. В общем, начнем по порядку. Самый простой и самый надежный механический таймер времени, это вот такой выключатель, обыкновенный выключатель. Ну, это шутка за 50, я думаю, не прошла. Начнем вот с таких вот механизмов. Это два механических таймера времени, они несколько разные. В чем их разница? Значит, вот этот, так сказать, маленький, назовем его, мощность у него, максимальная мощность, полтора киловатта, и шаг настройки у него полчаса. То есть, более точно его настроить нельзя. Включается он, повторюсь, с шагом 30 минут. Где его можно использовать? Я его использую, этот механический таймер, розетку, для включения аэратора, который стоит у меня в баке. То есть, у меня аэратор не гоняет, не гоняет все время пузыри целый день, я считаю это ненужным. Я включаю, в общем, раньше включал где-то за час, сейчас я включаю его, таймер настроен на стоп, чтобы включить аэратор за два часа, до начала включения насоса, и так как у него шаг полчаса, и через полчаса он также выключается. Я думаю, этого достаточно, чтобы за два часа, у него такой мощный, хороший аэратор, там их два этих камушка, они хорошо гоняют, и хорошо он считается кислородом, водичка наша, да? Это вот его вот такое вот назначение, вернее, назначение их одинаковое. Второй механический таймер, вот этот, этот работает у меня, он такой потертый, боевой, уже в течение года, даже больше. Если он включает, включает, включает свет два раза в день, 3,65 дней, умножаем на два, короче, более, около 800 раз он уже сработал на включение-выключение, и прекрасно работает. Этот таймер побольше, у него выходная мощность около 3,5 киловатт, этого довольно-таки достаточно, это мощный, вообще-то, механический таймер, он у меня работает на свет, тянет он 3 стеллажа в течение года, работает, никаких проблем не было, и мощность потребляемая, через которую проходит ток, здесь около киловатта, то есть он прекрасно справляется. Плюсы этих таймеров, ну, несомненно, это их цена. Этот таймер стоит, по-моему, сейчас даже в Абе смотрел, или в Леуаре Мерлен, уже не помню, около 250 рублей. Этот стоит чуть-чуть дешевле, там где-то 200 рублей. Повторюсь, плюс первый, это их цена. А второй плюс, это их надежность, однозначно надежность. Третий плюс, а какой третий у нас плюс? Ну, и третий плюс, это, я считаю, мощность, 3,5 киловатта, это 3 чайника он будет включать, выключать, это прекрасно. Ну, и теперь минусы, их не так уж много, я насчитал всего их 2, и насколько они существенны, давайте разберемся. Первый минус, на мой взгляд, что это точность настройки, не то чтобы точность настройки, а шаг настройки. Вот этот позволяет настраивать, здесь шкала большая, здесь шкала поменьше, здесь побольше видно, здесь настройка идет с шагом 15 минут, здесь настройка с шагом 30 минут. поэтому вот это их так скажем я бы сказал небольшой минус потому что если включаем и допустим автополив на 15 минут то точно мой стилаш и залет по самое не хочу это многовато и поэтому на этом я использую другой таймер так что вот это вот небольшой минус а бы так сказал трой я бы тоже скажу незначительный минус на мой взгляд это то что таймер механической в нем нет встроенной батареечка которая позволит при отключении допустим вашей квартиры электричество такое бывает он перестает срабатывать то есть он останавливается он работает от электропривода там шестереночки крутят подает такое коромысло в нужный момент ползуночки достает он включает выключает и когда напряжение пропадает но электромоторчик перестает работать этот его минус но я не думаю что отключение электроэнергии у нас сейчас очень часто происходит где-то конечно бывает где-то нет у нас такое бывает там буквально на несколько минут быть на час тут у нас так и частный дом там какие-то косяки иногда бывает то есть поэтому вы когда придете но по электронным приборам вижу у меня допустим микроволновка когда свет врубается она начинает работать опять с нуля у блин свет пропал то есть подхожу сверяю данные по времени с ним подкручиваем и все он продолжает работать вот это я бы сказал такой небольшой минус тоже то есть как бы два незначительных а так прибор надежный кстати настройки этого прибора у меня есть хорошее видео замечательное видео действительно хорошая там я точно показываю детально покажу как его настроить ссылочка будет в описании зато ставлю и подсказочка будет здесь кстати по подсказке ребята спрашивали как и пользуются просто когда загорается иконка подсказки вы туда подводите просто стрелочку мышку нажимаете и вас перекидывает на тот сюжет который ну вы хотите посмотреть поэтому смотрите тоже настройка этого таймер очень доходящего просто понятно и быстро с механическими так скажем с аналоговым таймером разобрались наступило время разобраться с цифровым таймером штука хорошая однозначно хорошая у него просто масса настроек небольшой минус сразу скажу что максимальная нагрузка которую может брать это полтора киловатта но это вполне достаточно для того чтобы включать наши стеллажи свет насосы и тому подобные вещи у меня насос потребляет там всякие не знаю 30 ватт наверно стеллаж 400 ватт достаточно достаточно вполне чтобы он работал по точным заданным настройкам на мой взгляд минус его стоит том что сложность настройки вот здесь всем кнопочек 8 8 этом сброс всех настроек на ноль в чем заключается но по настройкам настраивается он шикарно до секунды включения выключения очень масса много параметров там 20 режимов в день можно на каждый день через день через три дня понедельно настроить очень много строек в этим он этим он хорош он работает от внутренней батарейки то есть при пропадании тока возможно да он не отключится то есть батарейка работает таймер показывает но если он будет долго валяться не забывайте его иногда включать розетку чтобы батарейка который находится внутри подзарядилась и вот минус настройки по той партияночки из несторожения которая дается к нему в комплекте настроить тяжело можно тяжело в чем она заключается что при задании параметров определенных допустим там написано жмите одну кнопочку какую-то загорится такая индикация а загорелись но так как вы еще не знаете как настраивать вы переходите к этому листику там мелкий шрифт руки у меня короткие не хватает а прочитал прочитал да переходим к этому шагу но пока вы читали секунд там 5 7 10 он становится в нулевую отметку то есть он настроен так что вы сделали определенную шаг и через пять секунд он если вы не сделали определенное действие он опять находит на ноль блин его чуть не разбил пока настроил вот в этом есть сложность определенная но потом когда вы настроите и забудете опять будет повторять все по новой так что этому я посвящу отдельный сюжет довольно долгая история так что ждите смотрите ну и до скорого на канале зеленый босс